К другим темам глава Международной Шахматной Федерации Кирсан Илюмжинов попросил президента США предоставить ему американское гражданство. Такая новость сегодня утром появилась. Об этом бывший глава Калмыкии рассказал во время выступления перед членами ФИДЭ в БАГО. Илюмжинов якобы отправил Обаме письмо с просьбой о помощи. Ему очень нужно стать американцем. Просто необходимо. Это, по словам функционера, для дела о включении в санкционный список Илюмжинова нужно, потому что его разбирают в местном суде на американской земле и по американским законам. Позже ФИДЭ опровергла эту информацию. Представитель Федерации заявил, что функционер не обращался с просьбой предоставить ему гражданство, но готов рассмотреть этот вариант ради защиты своих интересов в суде. Дело в том, что санкции в отношении главы ФИДЭ ввели осенью 2015 года. Минфин США обвинил Илюмжинова в поддержке правительства Сирии и помощи в покупке нефти у террористов ИГИЛ для нужд Башара Сада. После этого американцы заморозили активы спортивного функционера на территории США. Но я скажу вам, что Кирсан Илюмжинов появится в нашем прямом эфире буквально через час. С 13 до 14 ждите обязательно. Мы коллега Алексея Баренов будет вести этот информационный час и с господином Илюмжиновым поговорит, спросит, что же случилось. Подавал он запрос о гражданстве? Не подавал. Но я скажу вам, что я общалась уже с Кирсаном Илюмжиновым. Он со смехом относится вообще к этой ситуации, которая сложилась. Потому что он попал в санкционный список, ему нельзя въезжать на территорию США. Вот так вот поддерживает он Башара Сада, в этом и провинился. А по факту-то еще, конечно же, дело тоже на территории США возбуждено против него. И ему бы приехать на допрос, приехать на заседание, но он не может этого сделать, потому что его не пускают. Вот такая вот комическая ситуация сложилась. Что думает по этому поводу Кирсан Илюмжинов, я напомню, с 13 до 14 в прямом эфире обязательно узнаете.